Спасибо, Татьяна Викторовна. Если слышно меня хорошо, пожалуйста, на значочек огонечка нажмите. Ага, все, реакцию вижу. Спасибо большое. Если вдруг будет подвисать звук, тоже, пожалуйста, отпишитесь, тогда, возможно, придется отключить видео. Но, надеюсь, все будет хорошо. Касаемо скачивания презентации, Татьяна Викторовна вам скинула, как это сделать. Там еще есть два файла. Это упражнения по работе с агрессией, сказки с агрессией и упражнения для работы с агрессивными детьми. Автор не я. Ссылочки на авторов вы найдете тоже в файлах. Большое спасибо авторам, которые смогли нам предоставить подобные упражнения. Я надеюсь, вы будете использовать их в своей работе, так же, как и я. Очень интересные для детей эти упражнения и очень полезные. Но давайте перейдем непосредственно к теме сегодняшнего нашего вебинара. Это детская агрессия. В последнее время мы с вами все понимаем, что общество становится, наверное, с каждым годом агрессивнее и агрессивнее. Это очень печально. В последнее время изучение феномена агрессии – одно из самых популярных в психологии. Причиной этому является резкое повышение агрессии в обществе. Агрессия, насилие, жестокость – они относятся к наиболее таким серьезным проблемам, которые стоят перед человечеством сейчас. На вопрос о причинах и мотивах агрессивного поведения давно пытались ответить уже многие психологи, многие науки, как философия, поэзия, религия. Но точной причиной повышения агрессии никто никогда не говорит 100%. В переводе с латинского мы с вами знаем, что агрессия – это нападение. Существует множество определений термина агрессия. Согласно психологическому словарю, если мы его возьмем и рассмотрим, агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящие вред объектам нападения – это могут быть одушевленные, могут быть неодушевленные предметы, а приносящие физический или же психологический ущерб и вызывающие у них отрицательные переживания, состояние напряженности, страх подавленности. Вообще агрессия, мы тоже с вами понимаем, что это наша базовая эмоция, такая же, как и страх, радость. И таким образом раньше, в древние времена при помощи агрессии человек защищал себя, и агрессия помогала ему выжить. Но необходимо из данного определения выделить следующие моменты. Агрессия – это всегда мотивированное действие, оно всегда идет как деструктивное, и оно противоречит нормам, которые есть в обществе. При этом всегда есть объект нападения. Объект нападения может быть одушевленный, может быть неодушевленный. То есть если человек вымещает свою злость, свою агрессию на неодушевленном предмете, это тоже является агрессией. Есть еще такое понятие, как самоагрессия, когда личность начинает агрессировать в сторону себя. Это умышленное действие, оно нацелено на причинение вреда определенного. Но давайте кратко с вами рассмотрим моменты, какие же виды агрессии существуют. Классификация бас и дарки выделяют пять видов агрессии. Первое – это физические действия против кого-либо. Следующее – это вербальные угрозы, крики, ругань. Если говорить об агрессии, ненормативная лексика в агрессивной форме тоже считается агрессией. И уже доказано, что если идет ненормативная лексика, следующей ступенью, возможно, будет физическая агрессия. То есть сначала у нас первая такая ступенечка – это вербальная агрессия в виде ненормативной лексики, а дальше уже идет физическая агрессия. Поэтому если есть по отношению к вам агрессирующий оппонент, будьте внимательны в этом моменте. Третий вид агрессии – это косвенная агрессия. Она может быть направленной. Если направленная, то это какие-то сплетни о ком-то, какая-то ложная информация, либо же злобные шутки, которые кажутся смешными только тому, кто шутит. Не над кем шутит, а кто шутит. И ненаправленная агрессия. У нее нет определенного объекта. Это клики в толпе, какое-то топтание, может быть, какие-то истерики. Это тоже ненаправленная агрессия. И четвертый вид агрессии – это у нас раздражение, это вспыльчивость, грубость. И пятое – это негативизм, это оппозиционная манера поведения, то есть отстранение. Если говорить еще о видах агрессии, точно так же можно выделить доброкачественную агрессию и злокачественную агрессию. Ее разграничил Эрик Фром. Доброкачественная агрессия имеет инстинктивную природу. Как я уже говорила, что в древние времена агрессия помогала выжить. Также вот наша доброкачественная агрессия, она появляется в момент опасности и является определенной реакцией на угрозу. Это не обязательно будет угроза жизни, это, возможно, угроза какого-то психологического состояния и так далее. И злокачественная агрессия – это уже агрессия, которая деструктивная, она жестокая. И в злокачественной агрессии цель ее – это получение удовольствия. То есть агрессор у нас начинает подавлять свою жертву и при этом получает для себя удовольствие. Это наша злокачественная агрессия. Если говорить еще о следующих видах агрессии, какая же она может быть? Защитная. Этот вид агрессии возникает тогда, когда при наличии, если мы говорим о детях, у ребенка активной позиции закрепляется страх перед окружающим миром. Основная функция агрессии в этом случае – защита. От внешнего мира, который представляется ребенку небезопасным. То есть ребенок думает, что его окружает какая-либо опасность и при помощи агрессии он начинает защищаться от окружающего мира, он начинает защищаться от общества. Следующая – это деструктивная агрессия. Она возникает, если у ребенка в раннем возрасте отсутствует автономность, способность к самостоятельному какому-то выбору, к самостоятельному решению, к самостоятельным суждениям, к самостоятельным оценкам. В активном варианте у него появляется деструктивная агрессивность. Следующий вид агрессии – это демонстративная агрессия. Она возникает не как защита внешнего мира и не как причинение вреда кому-либо, а как желание обратить внимание на себя ребенка. То есть ребенок недополучает чаще всего от родителей должного внимания, которого он хочет. И он понимает, что агрессируя, допустим, на младшего брата, на кошку, на какие-то неодушевленные предметы, что поагрессировав, выплеснув свои эмоции, он привлечет внимание взрослого. Таким образом, дети начинают демонстративно агрессировать и в этот момент привлекать внимание родителей, привлекать внимание лица, которое ему важно. Если говорить о признаках агрессии, то давайте с вами тоже их рассмотрим. Романов перечисляет следующие основные признаки для классификации агрессии. Это направленность агрессии на предметный или животный мир, на другого и на себя. Наблюдаемость. Это может быть ненаблюдаемость, может быть наблюдаемость и ненаблюдаемость, как скрытое, открытое проявление агрессии. То есть агрессия может быть наблюдаема, может быть ненаблюдаема. Временные признаки, то есть мера выраженности агрессии по частоте проявлений во времени и длительности агрессии, то есть как часто проявляет ребенок нашу агрессию и как долго это происходит. И по особенностям психических действий, это физическое или вербальное, еще есть по социальной опасности агрессивных действий, выделяют девиантные формы агрессии. Если говорить об этой форме, об девиантной форме агрессии, это нарушает права других людей без юридической ответственности за подобное поведение. То есть если у нас девиантное поведение, оно не несет никакой юридической ответственности. А деликвентная форма агрессивного поведения, оно нарушает права других людей, социальные нормы с юридической ответственностью за агрессивное поведение. Здесь у нас уже идет определенная, во-первых, административная ответственность и, возможно, даже какая-то уголовная ответственность. Опять же, это все зависит от возраста, во-первых, ребенка и от того, какое деяние он совершил. Интересно, что в поведении человека одновременно может присутствовать несколько видов агрессии. Итак, агрессия прямо или косменно направлена на объекты, приносит вред и наносит им определенный урон. Жертвы агрессии пассивно или активно противодействуют своему агрессору. Но давайте долго не будем останавливаться на теориях агрессии. Я сейчас их перечислю и совсем кратенько мы по ним пройдемся. Первая теория, это теория инстинктивистов, извините. Здесь то, что агрессия имеет биологическую и инстинктивную природу. Преодолеть ее невозможно, кроме как частично регулировать какими-то определенными социальными нормами. То есть человек воспитывает себя и, соответственно, не агрессирует. Следующая, вторая теория, это теория фрустрации. Здесь у нас она сформулирована еще в 1939 году. Первое положение этой теории заключается в том, что фрустрация всегда приводит к агрессии в какой-либо форме. А второе, что агрессивность является реакцией на ситуации фрустрации. То есть мы плачем, потому что мы боимся, или мы боимся, потому что плачем. Здесь точно так же мы агрессируем, потому что мы боимся, или мы боимся, потому что мы агрессируем. Здесь определенный момент, что страх у нас тоже вызывает агрессию. Следующий вид агрессии, извините, следующая теория агрессии, это теория социального научения. Здесь у нас говорится о том, что в теории социального научения здесь знания о принесении вреда людям в своем большинстве не даются от рождения. Они приобретаются в процессе жизни, то есть люди должны научиться вести себя агрессивно. Сторонники этой теории говорят о том, что агрессия это социально приемлемое чувство и оно прививается нам к обществу. Следующая теория это теория переноса возбуждений. Автор Зильман полагал, что более плодотворным по сравнению с теорией фрустрации агрессия будет считать, что агрессия обусловлена возбуждением. То есть конструктом, которым можно наблюдать и измерить. В данном случае речь идет о возбуждении симпатической нервной системы и выражается в учащении пульса, повышении артериального и сосудистого давления и потоотделения. Мы все с вами понимаем, что в момент агрессии наши физиологические показатели возрастают. То есть у нас увеличивается пульс, у нас может увеличиваться давление, здесь сосудистое и артериальное и увеличивается потоотделение. Было научно доказано, что физическая активность, фильмы с изображением насилия, шум способствуют возникновению и проявлению агрессивных реакций. Наше общество сейчас, к сожалению, те же самые компьютерные игры, какие-то новостные ленты, сейчас прям в избытке, в таком большом идет агрессивная информация. За счет этого взрослый человек более устойчив к этой информации, а детский мозг, детский организм очень восприимчив. За счет этого дети уже в раннем возрасте агрессируют намного больше. Подобные процессы могут также способствовать и снижению вероятности агрессии, если эта информация будет не агрессивной, а наоборот доброй и хорошей располагающейся. Автором теории посылов, это следующая теория и модели образовательных когнитивных связей является Берковиш, который утверждает, что фрустрация один из множественных аверсивных стимулов, которые способны лишь провоцировать агрессию, но не приводят напрямую к агрессивному поведению, напрямую создает готовность к нему. То есть он тоже говорит о том, что фрустрация является элементом агрессии, но она является как бы таким толчком агрессии. И возникают определенные предпосылки, которые связаны с определенными предшествующими факторами. То есть фрустрация, она всего лишь провоцирует агрессию, она дает выход агрессии. Таким образом, агрессия, как внутренняя побудительная тенденция, это неотъемлемая часть личностной динамики. То есть у каждой личности есть определенный вид агрессии, как в норме, так и при нарушениях различной степени выраженности. Просто у кого-то агрессия может носить социально приемлемый характер, и она как бы не выходит за рамки определенные. А в определенных случаях агрессия это социально неприемлемый характер и получает социальное осуждение. Агрессивность, как слонность конкретного человека, проявлять эту тенденцию в форме конкретных внутренних и внешних действий. Это индивидуальная особенность. То есть уровень агрессии у каждого свой. Данную индивидуальную особенность, на наш взгляд, довольно трудно измерить. И в связи с этим основным способом оценки агрессии будет являться оценка каких-либо поведенческих проявлений. Существуют определенные методики, о них мы тоже сегодня с вами поговорим. Как же можно определить уровень агрессии, как можно его отследить. Ряд авторов выделяет в качестве ведущих признаков агрессивного поведения такие проявления, как выраженное стремление к доминированию над людьми и использованию их в своих целях. То есть агрессор при помощи агрессии доминирует над людьми и начинает пользоваться этим. Обязательно агрессия имеет тенденцию к разрушению, направленность на причинение вреда окружающим людям или же окружающим предметам. И склонность к насилию, определенное причинение боли. Обобщая эти признаки, можно сказать о том, что агрессивное поведение личности подразумевает любые действия, которые предполагают под собой доминирование. Характер агрессивного поведения во многом определяется возрастными особенностями. Каждый возрастной этап имеет специфическую ситуацию развития и выдвигает определенные требования к личности. Адаптация к возрастным требованиям нередко сопровождается различными проявлениями агрессивного поведения. Если говорить о кризисах, то моменты агрессии в кризисные периоды сопряжены с неудовлетворенностью своим положением, протестным поведением, капризностью и неуравновешенностью. А возрастные кризисы, сопровождаемые естественным ростом агрессивности, связаны с проявлением каких-то новых потребностей, которые, допустим, тот же самый ребенок хочет что-то получить, но пока не может удовлетворить свою потребность. Эти потребности не удовлетворяются существующими отношениями и определенными умениями. Так взрослые переживают определенные кризисы, мы с вами знаем, каждые 7-10 лет. У детей же это происходит намного чаще. Таким образом, извините, я отвлеклась на чат. Если есть вопросы, давайте я пока в момент самого вебинара отвлекаться не буду, там есть вкладочка «Вопросы». Пожалуйста, давайте отправлять их туда. И по окончанию вебинара я на все отвечу, чтобы я тогда не сбивалась. Давайте рассмотрим с вами характерные особенности, возрастные характерные особенности агрессивного поведения, то есть на каком этапе, как агрессивно ведет себя человек. Будь это ребенок определенного возраста или будь это взрослый. Характер агрессивного поведения во многом определяется, как я уже говорила, возрастными особенностями. Каждый возрастной этап имеет специфическую ситуацию развития, выдвигает определенные требования к личности. Адаптация к возрастным требованиям нередко сопровождается различными проявлениями агрессивного поведения, какие-то кризисные переходные периоды, сопряженные с неудовлетворенностью своим поведением, протестным поведением, капризностью, неуравновешенностью и так далее. Исследования свидетельствуют о том, что от частных приступов мела, переживаемого младенцем, особенно в ситуациях, когда их потребности не учитываются. То есть уже в младенческом возрасте у нас идут приступы агрессии. Хорошо известен тот факт, что маленькие дети, желая сохранить материнскую любовь, а склонны проявлять какую-то определенную жестокость по отношению к новорожденному брату или сестре. То есть когда ребенок находился в семье один, воспитывался один, и тут начинает, ну не начинает, тут появляется младший братик или сестренка, родитель часть своего внимания переключает на этого маленького ребенка, который младше, чем другой, более старший ребенок, и ребенок, желая завоевать внимание матери, чаще всего, ну это может быть и отец, но чаще всего это мать, он начинает агрессировать по отношению к этому маленькому брату или сестренке. Такое тоже имеет место быть и очень часто. Следующие моменты проявления агрессии это при адаптации к детскому саду. Адаптируясь к требованиям детского сада, малыши могут обзываться, щипаться, плеваться, драться, кусаться и даже поглощать какие-то несъедобные предметы. Причем эти действия начинают совершаться как бы без разбора, импульсивно, неосознанно и открыто. Ребенок не понимает, почему он это делает, и он не скрывает, что он это делает. Он так проявляет свою агрессию. Пассивными проявлениями агрессии в этом возрасте считается негативизм, упрямство, то есть отказы что-либо делать, допустим, отказы говорить, отказы есть, отказы спать и так далее. Точно так же сюда входит кусание ногтей и губ. Это тоже определенный вид агрессии, это наша самоагрессия, и она имеет место быть чаще всего в момент адаптации к саду. Следующий момент, это специальные исследования показывают, что уровень агрессивности и неуступчивости детей начинает снижаться в дошкольном возрасте. То есть к дошкольному возрасту он начинает немножко снижаться, пик неуступчивости у мальчиков и девочек в этом возрасте приходится на 2 года, пик агрессивности на 3 года. И очень важный момент, необходимо отметить то, что если у ребенка закрепились агрессивные привычки, то после 13 лет скорректировать их будет уже очень проблематично и очень сложно. Поэтому до 13 лет необходимо корректировать моменты агрессивного поведения. В целом детская агрессивность является обратной стороной беззащитности. Если ребенок чувствует себя незащищенным, например, когда его потребности в безопасности, любви не получают определенного удовлетворения, он не получает столько любви, он не чувствует себя в безопасности, в его душе начинают рождаться определенные страхи. Стремясь справиться со своими страхами, ребенок прибегает к защитно-агрессивному поведению. То есть при помощи агрессии он начинает защищаться. Другим возможным способом преодоления страха может стать и самоагрессия, то есть направление агрессии на самого себя. Аутоагрессия проявляется по-разному, например, в саморазрушительных фантазиях, в робости или каких-то идеях самонаказания, когда ребенок начинает самостоятельно себя наказывать, видя какие-то свои проступки. Для детей дошкольного возраста наиболее характерны такие формы агрессии, как, допустим, порча игрушек, швыряние предметов, эпизодическое грубое отношение с животными, пассивная агрессивная реакция протеста, неуступчивость, повышенное упрямство. У детей младшего школьного возраста более частыми становились агрессивные хобби и случаи вербальной агрессии. В младшем школьном возрасте агрессия чаще всего проявляется по отношению к более слабым. Это так называемая выбранная жертва. Здесь могут быть определенные насмешки, ругательства и даже драки. Проявление агрессивного поведения школьников друг к другу в ряде случаев становится большой проблемой, и эта проблема ложится на плечи, прежде всего, классного руководителя, на плечи психолога и на плечи педагогов. Резко негативная реакция учителей и родителей на подобное поведение зачастую не только уменьшает агрессивность детей, но и, напротив, усиливает ее, поскольку служит определенным доказательством силы и независимости агрессоров. Тем не менее, именно учитель и именно авторитет учителя должно побуждать детей выбирать более социально одобряемую форму поведения, то есть не агрессивное поведение, а какое-то другое, более мягкое. Специфической... Сейчас, минуту, извините. Специфической особенностью агрессивного поведения в подростковом возрасте является его зависимость от группы сверстников. На фоне крушения авторитетов взрослых мы с вами понимаем, что авторитет сверстников в подростковом возрасте превосходит авторитет взрослых. В данном возрасте быть агрессивным часто означает казаться или быть сильным. Любая подростковая группа имеет свои определенные ритуалы и мифы, которые поддерживаются лидером. Например, широко распространенные ритуалы, допустим, какие-то испытания для новичков, ритуалы, в свою очередь, усиливают чувство принадлежности к группе, дают подросткам ощущение безопасности, а мифы становятся идейной основой его жизнедеятельности. А мифы широко используются группой для оправдания ее внутригрупповой и внешней агрессии. Насилие, допустим, духодотворенное каким-то групповым мифом, переживается подростками как утверждение своей силы, как героизм или же преданность группе, которой принадлежит подросток. Агрессивность. В отдельных случаях инициатором агрессивного поведения могут быть отдельные подростки, аутсайдеры. То есть дети, которые не имеют определенного успеха. Таким образом, при помощи агрессии они тоже будут пытаться завоевать свой статус в обществе. Еще многие ученые говорят о том, что агрессивность подростка определяется его статусом в группе. Наиболее высокий уровень агрессии наблюдается у лидеров или же у отверженных. Лидеры с помощью агрессивных действий укрепляют свое первенство. То есть при помощи агрессии и при помощи того, что группа, в которой он лидерствует, начинает его бояться за счет его агрессии, он таким образом начинает удерживать свой авторитет. И следующий, это отверженные. Здесь при помощи агрессии отверженные начинают проявлять свою неудовлетворенность. Таким образом, отрочество является периодом острого кризиса взросления и часто сопровождается рискованным поведением и какими-либо девиациями. Как я уже говорила, что необходимо смотреть на тот момент, что дети до подросткового возраста можно еще корректировать уровень агрессии. Но если он закрепился до 13 лет, как я уже сказала, уже корректировать форму агрессии будет очень и очень сложно. Давайте рассмотрим с вами методики, которые можно использовать при оценке агрессии. Первое, это несуществующее животное. Это проективная методика. Методика очень интересна. Причем интересна она не только детям, но и взрослым, и даже подросткам очень активно можно с ними использовать эту методику. Они очень активно включаются в работу. Метод исследования построен на психомоторной связи. Для регистрации состояния психики используются исследования моторики. В частности, моторики рисующие диминантной правой руки. А если ребенок лепша, то, естественно, он рисует левой рукой. Есть такое высказывание, что всякая мысль заканчивается движением. Если реальное движение по какой-то причине не осуществляется, то в соответствующих группах мышц суммируется определенное напряжение энергии, необходимое для осуществления ответного движения на какую-то мысль. Так, например, образы и мысли, представления, вызывающие страх, стимулирующие напряжение в группах, определенные мускулатуры мышцы, оно выливается на... Сейчас, прошу, спеши. Оно выливается на бумагу. То есть, на что же мы с вами обращаем внимание, когда у нас ребенок рисует наше несуществующее животное. Здесь мы смотрим на удаление или приближение в пространстве, на наклон, выпрямление, подъем, на то, в каком месте изображен наш рисунок. То есть, вверху, внизу, посередине, справа, слева и так далее. Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской переживаний и временным периодом. То есть, настоящим, прошлом или же будущим. Связано оно также с действительностью или идеальным мыслительным планом психики. То есть, на все на это мы с вами обращаем внимание. Правая сторона, она соответствует доминантной правой руке, положительно окрашенным эмоциям, энергии, активности и каких-либо конкретных действий. Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношений к пространству, при толковании материала теста используются и какие-то теоретические нормы, определенные. По своему характеру, тест несуществующие животные относятся к числу проективных, а для статической проверки или стандартизации результат предоставляется только в описательной форме. То есть, мы описываем тот или иной момент. Инструкция очень легкая и простая. Мы говорим о том, что придумайте и нарисуйте несуществующее животное и назовите его несуществующим названием. То есть, человек будет как бы ассоциировать себя с этим несуществующим животным и выливать свои эмоции в виде этого животного. Также можно задать несколько уточняющих вопросов. Допустим, сколько лет этому животному, с кем он живет, с кем дружит, чем питается и так далее. Эти вопросы тоже могут вам помочь увидеть отношение ребенка к себе и отношение ребенка к окружающим. Следующая методика – это дом, дерево, человек. Для выполнения теста предлагается бумага, прошлый карандаш, лист, стандартный лист А4 на первой странице. То есть, мы листы А4 складываем пополам. На первой странице, в горизонтальном положении, наверху печатными буквами, написано дом, на второе дерево, на третий человек. На четвертый имя и фамилия ребенка, дата проведения исследований. Для рисования обычно используется обычный карандаш, так как при употреблении карандаша ярко видны все изменения в силе нажима. Это должен быть, допустим, карандаш 2М, который мягкий. Здесь мы видим любые переходы, любой нажим. Какую же инструкцию мы даем? Нарисуй, пожалуйста, как можно лучше дом, дерево и человек. На все уточняющие вопросы следует отвечать, что он может рисовать так, как ему хочется. То есть мы не даем учет показаний в момент того, как ребенок выполняет то или иное упражнение. Если говорить об анализе рисунка, используются три аспекта. Это детали, их пропорции и перспектива. Считается, что детали рисунка представляют осознание и заинтересованность человека в каждой жизненной ситуации. Интерпретированность значения деталей следует с учетом целостности всех рисунков. То есть мы смотрим не один рисунок, а все рисунки. Также, если говорить о пропорциях рисунка, они отражают психологическую значимость, важность и ценность вещей, ситуации или отношений, которые непосредственно или символически представлены в рисунке дома, дерева или человека. Пропорция рассматривается как отношение целого рисунка к данному пространцу. То есть по отношению к листу вашему сложенному распределены пропорции дома, дерева или человека. Перспектива показывает более сложное отношение человека к его психологическому окружению. При оценке перспективы внимание обращается на положение рисунка на листе, то есть сверху, снизу, справа или слева. И взаимное расположение частей рисунка, то есть движения нарисованного объекта. Следующий это кинетический рисунок семьи. Здесь мы можем с вами проследить агрессивное поведение в семье исследуемого ребенка. Этот тест помогает выявить отношение к ребенкам, членам своей семьи, семейные отношения и те моменты, которые могут вызывать определенную тревогу у ребенка, конфликт и показывать, как ребенок воспринимает заотношения с другими членами семьи и его место в семье. Этот тест у нас состоит из двух частей. Рисование семьи и беседы после рисования. То есть сначала ребенку предлагается нарисовать семью, а потом при помощи уточняющих вопросов мы с вами дальше корректируем наш тест. Как я уже говорила, что лучше всего использовать карандаш 2М. Здесь мы даем ребенку лист бумаги, карандаш и ластик. Ребенку мы говорим следующее. Пожалуйста, нарисуй свою семью, чтобы ее члены были чем-то заняты. На все какие-то уточняющие вопросы мы опять же отвечаем нашу стандартную правду, что можешь рисовать, а как хочешь. Во время рисования следует записывать все высказывания, которые говорит ребенок, определенную мимику, жесты и последовательность рисования. То есть кого ребенок нарисовал первым, кого вторым, третьим и так далее. После чего, когда рисунок ребенок закончил, мы проводим беседу по следующей схеме. Кто нарисован рисунок, и что делает каждый член семьи, где работают или учатся члены семьи, как распределены определенные домашние обязанности, и каковы взаимоотношения ребенка с остальными членами семьи. Необходимо обратить внимание также на анализ структуры рисунка, то есть насколько правильно нарисована, насколько полноценно нарисована семья. Все ли члены семьи нарисованы на рисунке. Допустим, следующее, это особенности рисунка от две отдельных членов семьи, допустим, различия в стиле рисования, количество детей, схема тела отдельных членов семьи, как они нарисованы. И последовательность рисунка, комментарии, паузы, эмоциональные реакции в тот момент, допустим, кого ребенок нарисовал первым, кого вторым, третьим и так далее. Это тоже необходимо отметить и это тоже необходимо просмотреть. Следующее это опросник методика Баса Дарке. Она из наиболее популярных в зарубежной психологии методик для исследования агрессии. Согласно известным представлениям, агрессия является одним из самых распространенных способов решения проблем. Этот опросник, он есть в свободном доступе. Авторы предлагают 8 субшкал. Они говорят о том, что это важные показатели. Давайте с вами рассмотрим, какие же формы агрессивных и враждебных реакций могут быть согласно авторам этой методики. Это физическая агрессия или же нападение, использование физической силы против другого лица. Косвенная агрессия. Под этим термином понимают как агрессию, которая окольными путями направлена на другое лицо. Какие-то злобные сплетни, шутки и так далее. Следующая склонность к раздражению. Готовность при малейшем возбуждении к проявлению вспыльчивости, резкости и грубости. Следующая негативизм. Оппозиционная форма поведения направленная обычно против авторитета или против руководства. Следующая это обида. Здесь у нас зависть, ненависть к окружающим и так далее. Подозрительность. Это недоверие и осторонность по отношению к людям. И вербальная агрессия. Это выражение негативных чувств через форму, ссоры какие-то и так далее. Опросы, как я уже сказала, есть в свободном доступе. Методы и техники терапевтического воздействия. Как же мы можем воздействовать на агрессоров? Первая категория лиц. Это лица, у которых есть высокий уровень личностной тревожности, сверхчувствительность к негативному отношению к себе, восприятие большого числа ситуаций как угрожающих. Что же мы должны с вами здесь сделать? Снизить уровень личностной тревожности. При помощи чего? Релаксационные техники. Это глубокое дыхание, визуальный образ, мышечная релаксация, свободное движение под музыку. Также проработать страхи и при помощи ролевых игр проиграть те ситуации, которые вызывают агрессию у человека, у ребенка. Следующее это слабое осознание собственного эмоционального мира и низкий уровень эмпатии. Здесь у нас формирование осознания собственных эмоций, а также чувств других людей и развитие эмпатии. Как мы с вами можем это проработать? Работа с фотографиями, отражающими различные эмоциональные состояния. То есть ребенок должен пережить то или иное эмоциональное состояние, которое у нас есть на фотографии. Точно так же мы можем с вами использовать придумывание историй, раскрывающих причины эмоционального состояния. Желательно раскрыть несколько причин. И также мы можем поправить эмоциональное состояние при помощи рисования и лепки эмоций. Также возможно пластическое изображение эмоций, работа с эмоциями через сенсорные каналы, изображение различных предметов и явлений природы, придумывание рассказа от лица этой природы, допустим гроза, это тоже может быть вид определенной агрессии. И мы предлагаем ребенку от имени грозы рассказать ту или иную ситуацию. Также можно предложить разыграть сценки этюда, отражающие различные эмоциональные состояния. И методика «Я грустный, когда?» и ребенок должен продолжить, когда же он грустный. «Я радостный, когда?» и точно так же ребенок должен продолжить, когда он радостный. Или же «Я разочарован, когда?» или «Здесь мы опять же придумываем ту или иную ситуацию». Следующее, при помощи чего мы можем поправить данное состояние, это ролевые игры, отражающие проблемную ситуацию, где агрессор проигрывает роль жертвы, то есть побыть в шкуре жертвы. Следующий момент, который необходимо поправлять, это неадекватная и чаще всего заниженная, низкая самооценка. Здесь эти дети заранее настроены на негативное восприятие себя со стороны окружающих. То есть он, еще не получив ответа окружающих, думает о том, что к нему относятся плохо. Здесь мы должны развивать позитивную самооценку при помощи следующих упражнений. Они могут быть направлены на позитивное восприятие образа «Я», активизацию самосознания, актуализацию «Я» состояния. Также разработка системы поощрений и наград за имеющиеся и возможные успехи. Допустим, альбом успехов, это могут быть определенные медали, аплодисменты. Также необходимо включать этих детей в работу различных кружков, секций по интересам, то есть чтобы свое эмоциональное состояние он мог там эмоционально разгрузиться. Также эмоциональное застревание на той ситуации, которая происходит сейчас, неумение предвидеть последствия своих действий. Как мы с вами это можем проработать? Здесь коррекционная работа должна быть направлена на обучение ребенка от реагирования своего гнева приемлемым способом, а также от реагирования всех ситуаций в целом. Как мы с вами можем это сделать? Выражение гнева безопасным способом во внешнем плане, то есть канализации агрессии, вылить эту агрессию куда-то вовне, в социально приемлемой форме. Пластическое выражение гнева, отреагирование гнева через движение, то есть физически отреагировать ту или иную агрессию. Многокорадное, более 100 раз повторение деструктивного действия безопасным для себя и окружающих способом. Также мы можем предложить ребенку нарисовать гнев, слепить и обсудить, в каких ситуациях он испытывает гнев. Также могут помочь письма гнева, когда мы пишем письмо, либо от лица гнева, либо к гневу, и после чего происходит выплеск определенных эмоций. Также галерея негативных портретов, использование приемов арт-терапии, гештальт-терапии, эмоционально-анально-образной терапии, в целях более полного отреагирования чувств и позитивной трансформации. Здесь все это мы тоже можем с вами использовать. Следующее это, когда у ребенка есть слабый контроль над своими эмоциями. Какую же коррекционную работу мы должны с вами провести? Эта коррекционная работа должна быть направлена на обучение ребенку управления своим гневом. Здесь мы можем включать с вами релаксационные техники, то есть мышечная релаксация, глубокое дыхание и визуализация ситуации. Также перевод деструктивных действий в вербальный план, то есть остановись и подумай, что ты хочешь сделать. И вот правило посчитай до 10, прежде чем перейдешь к действию, то есть немножечко остановиться и осмыслить ту или иную ситуацию. Следующее это ролевая игра, включающая в себя провоцирующую ситуацию для наработки навыков контроля. То есть здесь мы искусственно вводим агрессора в ситуацию агрессии, и он уже должен отработать в процессе игры контроль своего агрессивного поведения. Также можно применять сочинение рассказа от имени своего гнева с последующим отражением этого чувства в движении, осознание своего гнева через сенсорные каналы, допустим, на что похож твой гнев, какой он на цвет, слух, вкус, ощупь и так далее. То есть прожить, как же выглядит гнев. Также можно использовать то направление, что осознание гнева через телесные ощущения, допустим, сокращение мышц лица, то есть определенное напряжение шеи, рук, грудной клетки, живота, которые могут, допустим, вызывать даже боль. Также следующая категория лица – это ограниченный набор поведенческих реакций на проблемную ситуацию, демонстрация деструктивного поведения. Здесь мы должны с вами использовать поведенческую терапию, направленную на расширение спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации и снятие деструктивных элементов поведения. Что мы с вами можем использовать? Это работа с картинками, отражающими проблемные истинные ситуации, придумывание различных вариантов, рассказов по картинке и так далее. Разыгрывание сцен, отражающих вымышленные конфликтные ситуации, использование игр, включающих в себя элементы соперничества, использование игр, направленных на сотрудничество. Также разбор вместе с ребенком определенных последствий различных ситуаций и, если такое возможно, то проигрывание этой ситуации в игре с позитивной концовкой. Введение на занятиях определенных правил поведения с использованием системы поощрения и привилегий при том случае, если эти правила соблюдаются. Это могут быть награды, призы, медали, аплодисменты и так далее. Следующее. Введение ребенка блокнотиков в целях обучения самонаблюдения и контрольного поведения. Введение ребенка вместе с учителем или же родителями карты поведения, которые содержат личные правила для конкретного ребенка. Например, держи руки при себе, говори уважительно со старшим и так далее. С использованием наград и поощрений. И включение ребенка в спортивные командные игры. То есть у нас здесь канализация агрессии, взаимодействие в коллективе и соблюдение определенных правил. И также одно из направлений, которым должны заниматься педагоги и психологи, это работа с родителями и педагогами. Здесь у нас идет консультативная и коррекционная работа с родителями и учителями. Она направлена на снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения у детей. Потому что зачастую родители и зачастую учителя провоцируют агрессивное поведение самостоятельно у ребенка. И что же мы должны сделать? Какие направления деятельности у нас здесь? Это информирование педагогов и родителей об индивидуально-психологических особенностях агрессивного ребенка. То есть какие моменты необходимо сгладить, чтобы не вызвать агрессию у ребенка. Следующее это обучение распространению собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих при общении с агрессивными детьми, а также приемом регуляции психического равновесия. Также обучение учителей и родителей навыкам ненасильственного общения, активное слушание, исключение оценочности в общении, высказывание я-сообщений вместо ты-сообщений, исключение угроз и приказов и работа с интонацией. А также мы можем предложить отработку навыков позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую игру, помощь семье в плане выработки единых требований и правил воспитания, отказ от наказания как основного метода восприятия, переход к методам убеждения и поощрения, включение ребенка в работу различных по интересам секций, кружков и студий. Ну, что касаемо сегодняшнего материала, который я хотела дать, я вам дала, сейчас я посмотрю вкладочку «Вопросы», если таковые есть. Так, по сертификату вам, Татьяна Викторовна, ответить. Всегда ли агрессия мотивированное поведение? Да, агрессия всегда под собой подозревает определенный мотив. Смотрите, современные подростки мат используют для общения, там нет агрессии. Я говорю о ненормативной лексике в момент именно агрессивного поведения. Некогда они общаются. Да, у нас сейчас, к сожалению, подростки используют ненормативную лексику, там только предлоги зачастую, а остальное все ненормативная лексика. Но если идет момент агрессии, если идет агрессивная ситуация, и человек начинает переходить на ненормативную лексику, то уже следующим этапом будет физическая агрессия. Я говорила об этом. Так, как бороться с нецензурной бранью? Наверное, это только воспитание, и касаемо подростков это нужно перерасти. Потому что чем больше вы будете давить на подростков, чем больше вы будете отвечать этому моменту, ну, не отвечать, чем больше вы будете реагировать на это, то больше будет у нас такого поведения. Так, неговорящий ребенок стал проявлять агрессию в отношении сверстников, разбрасывает предметы, плюется, как педагогу направить ребенка в позитивное русло. Но, опять же, нужно понять, почему делает это ребенок. Возможно, ему не хватает внимания, возможно, ему какие-то негативные моменты идут в момент того, что он действительно не говорит, и сверстники как-то его цепляют этим моментом. Здесь необходимо найти причину и устранять причину, а не просто бороться с поведением. Ведь агрессивное поведение – это как... Смотрите, агрессивное поведение – это уже как реакция на определенные моменты. То есть вот эти плепки, щипки и так далее. Если это ребенка что-то не устраивает, мы должны с вами найти причину. Можно ли методы применять на себе и на взрослых? Да, конечно. Почему это не только касается детей? Что делать, если ребенок никого не принимает к себе? Не принимает в каком плане, он не общается, не подпускает, он агрессирует. Опять же, мы должны с вами найти причину. Потому что агрессия, агрессивное поведение – это только следствие определенной причины. Агрессии беспричинно не будет. Касаемо литературе, Виктория, я вот сейчас открою вкладочку, вы увидите здесь адрес электронной почты. Просто там большой список, я его в презентацию не выводила. Я заведомо знала, что будет такой вопрос. Напишите, пожалуйста, я вам скину литературу, которую читала бы я и порекомендовала бы. Как педагогу не агрессировать? Что делать, Ольга? По отношению к чему не агрессировать? Возможно, вот курс, о котором говорила Татьяна Викторовна, как не сгореть на работе, да, как не выгореть и как сохранить свое эмоциональное состояние, будет большим таким плюсом, большим толчком к тому, чтобы не агрессировать. То есть, если вы находитесь в нормальном эмоциональном состоянии, если вы находитесь в уравновешенном эмоциональном состоянии, то у вас не будет мысли об агрессии. Также, насколько я слышала, там вебинар тоже есть определенный по эмоциональному состоянию педагога. Я надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Следующее. Наталья. Ребенок не агрессирует на других детей, а начинает очень сильно бежать и успокоить не получается. Что делать? Он в группе не один. Смотрите, опять же, мы с вами всегда смотрим причину этого поведения, почему он себя так ведет. Он хочет внимания, его что-то не устраивает, не удовлетворяются какие-то его потребности. То есть, исходя из этого, вы должны понять причину агрессии и уже дальше двигаться, исключая причину, и можете применять те техники, о которых я говорила, чтобы снять определенное эмоциональное напряжение. Так, если есть еще какие-то вопросы, сейчас я переключусь еще на чат, посмотрю. Смотрите, так, увидела еще и в чате здесь вопросы. Сейчас, минутку. Так. Смотрите, агрессивные дети с латентным вич-статусом, тема очень актуальна. Над этим тоже можно будет подумать и взять как тему. Тоже можно будет рассмотреть. Как быть, если подросток агрессивно реагирует, если не дает компьютерные игры, а играет часто. Смотрите, здесь, скорее всего, уже идет момент игровой зависимости, компьютерной зависимости. Тут нужно смотреть именно тему зависимостей. Не того момента, ну, опять же, мы должны понимать, от чего причину нашей агрессии. Когда мы с вами поймем причину агрессии, тогда нам будет уже проще работать. Просто запрещать ему, допустим, компьютерные игры, это не выход. Вы будете вызывать определенную агрессию. Как донести маме, что ребенку нужна помощь, если ему что-то не нравится, сразу бьет деток, очень громко кричит, даже на воспитателя кидается. Ну, здесь прежде всего мы с вами все понимаем, что воспитание наших детей начинается с воспитания родителей. Да, есть родители, у которых, естественно, все наши дети, наши дети, они самые лучшие для нас, но здесь необходимо проговаривать, необходимо обсуждать эти моменты, и необходимо, может быть, не конкретно в прямой форме доносить до родителя, что необходима работа над ребенком, работа с ребенком, как-то в косвенной, если мама начинает воспринимать это все в штыки, работать на отдаленном уровне сначала, а потом приближаться к той или иной ситуации. Так, ребенок не агрессивен, но нужно, когда просим надеть очки, кричит, бьет родителей, орет. Здесь, опять же, тоже четыре с половиной года, возможно, была какая-то ситуация, которая спровоцировала негативное отношение именно к очкам. Здесь необходимо авторитетному человеку показать, что в этом нет ничего плохого. Возможно, в момент ношения очков была какая-то ситуация, которая эмоционально дает момент агрессии, эмоционально нарушила эмоциональный баланс ребенка. Вот за счет этого, опять же, нужно посмотреть, почему ребенок себя так ведет. Но, насколько я вижу, вопросы, наверное, прекратились. Да, запись будет, Наталья. Сейчас подключится Татьяна Викторовна, и она вам в дальнейшем все объяснит. Спасибо большое, очень приятно за такие отзывы. И что вам было интересно, тоже очень приятно. Но на сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Если на какие-то вопросы я не ответила, на экране вы видите адрес электронной почты в течение недельки. Если будут какие-то письма, я обязательно на них отвечу. Пожалуйста, всего доброго. Очень приятно всегда с вами работать. Спасибо большое за обратную связь. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»